Фестиваль «Свет рампы» в Могилёве проходит один раз в два года. На сегодняшний день это самый представительный конкурс, который собирает самые сильные любительские коллективы со всей страны. В этом году в фестивале приняли участие 13 коллективов из трёх стран – Белоруссии, России и Литвы. Главная цель, которую преследуют организаторы – поддержка любительских театральных коллективов. Для труппы Народного молодёжного театра «Легион» фестиваль – возможность показать себя, вынести на суд профессионального жюри то, что уже было представлено зрителю. Показать на фестивале решили «Руанскую деву» – самый сильный спектакль, который собрал в Мозре рекордное количество зрителей. Мы собрали этим спектаклем рекордное количество зрителей в итоге за три показа. И что самая главная реакция этих зрителей была такова, что сомнений, что вести на фестиваль, просто не было. В общем-то, подтвердилось это и на фестивале. Зал мы покорили полностью. Цель ставилась нами – гран-при. Мы ехали туда за гран-при. И я скажу больше, я знал ещё после премьеры спектакля в марте прошлого года, что мы поедем на этот фестиваль и мы гран-при возьмём. Материал был таков, постановка Ирины Маськовой была такова, игра наших актёров была такова, что этот спектакль был обречён на гран-при. Мазыряне на сцене выложились по полной. Жюри отметила прекрасно подобранный материал, режиссёрскую работу и актёрскую игру. Легионеры были убедительнее самых сильных своих конкурентов. Конкуренция была сильная, спектакли были очень интересные. Это было интересно, это придавало адреналина, это, в общем, не давало расслабиться. И сильные конкуренты на фестивале – это очень хорошо. Эта статуэтка, символ фестиваля, теперь по праву принадлежит легионерам. Руанская дева действительно принесла театру, с одной стороны, ожидаемую, с другой – неожиданно приятную победу. Я был в душе уверен, что мы победим. Я знал, я для себя это решил давно. Но в жюри есть жюри, и у них может быть своё мнение. Поэтому, конечно, все волновались, в том числе и я. И эмоции от получения главного приза, конечно, очень сложно передать словами. Это надо прочувствовать. Когда сперва ты плохо понимаешь вообще, что происходит, сперва у тебя на лице влаженная улыбка, ты просто кланяешься, говоришь какие-то слова в микрофон. Это приходит, наверное, через сутки, когда ты понимаешь, что, чёрт возьми, мы это сделали, но мы это заслужили. Театр и впредь будет радовать зрителей хорошими работами. В новогодние праздники для юных зрителей состоится премьера сказки «Кот в сапогах». Знаменитое произведение Шарля Перро легионеры интерпретируют по-своему. Лидия Поттер, Юрий Горобец, телеканал Мозырь.